Дорогие друзья, если вы хотите вылечить свою зависимость от смартфонов, повысить результативность в беге, приобрести стильные умные часы или узнать, какие данные собирают умные вибраторы, обязательно досмотрите новый выпуск iXBT News Digest до конца. Компания Siempo предлагает весьма необычный выход для зависимых от смартфона людей. Для этого она разработала смартфон, который как можно реже отвлекает пользователя входящими сообщениями. В аппарате есть физическая кнопка для того, чтобы отключить все оповещения. Её работу можно настроить, чтобы аппарат всё-таки пропускал, к примеру, электронную почту. Есть фирменный таймер, который разработчики предлагают использовать во время различных полезных занятий вроде медитации, спорта, прогулки и так далее. Пока таймер активен, смартфон не пропускает никаких оповещений, чтобы не отвлекать пользователя. Также у смартфона есть ограниченная почтовая программа и ограниченный браузер. Что касается параметров, известно о 4-дюймовом экране, 4-ядерной однокрестности, стальной системе с частотой 1 ГГц, 8 ГБ флэш-памяти и аккумулятор емкостью 1600 мАч. Сейчас создатели смартфона пытаются собрать средства на его производство на Кикстартер. Практически каждый пользователь интернета, чаще или реже, сталкивается с системой Кэпча, которая позволяет определить, что перед ней именно человек, а не бот. Google продвигает свои варианты этой системы под названием Рекэпча. Все прекрасно знают, как выглядят такие тесты. Иногда достаточно поставить галочку, а порой нужно затратить немного времени, чтобы доказать системе, что вы не бот. Но Google решила сделать так, чтобы пользователи как можно реже сталкивались с системой Рекэпча. Суть в том, что ничего нажимать или отмечать не придется. Технология Google работает в фоновом режиме и, используя какие-то специальные алгоритмы, определяет, зашел ли на сайт человек или бот. Алгоритмы основаны на машинном обучении и выделяются адаптивностью. На рынке сейчас присутствует огромное множество разнообразных трекеров активности и шагомеров на любой вкус и цвет. Но устройство Shift IQ, на которое сейчас собирают средства на Kickstarter, отличается от других. Начнем с того, что Shift IQ находится в работе еще с 2014 года. Во-вторых, команда создателей трекера представляет собой профессиональных бегунов и любителей. Shift IQ выделяется тем, что его ПО представляет собой виртуального тренера, причем подсказки этот тренер дает в режиме реального времени. Сам трекер считывает данные о процессе бега, передает их на сопряженный смартфон. ПО, для которого заявлена поддержка нейронных сетей, анализирует полученную информацию, и в итоге пользователь получает голосовые подсказки о том, что нужно изменить темп, сделать меньше шаг, перенести нагрузку с пальцев ног на пятку и так далее. Правда, все это потребует от бегуна не только брать с собой на пробежку смартфон, но и надевать наушники. Еще один интересный нюанс заключается в том, что Shift IQ основан на модуле Intel Curie. Крепить Shift IQ необходимо либо непосредственно на обувь, либо на грудь. Никакого датчика ЧСС у устройства нет, так что разработчики придумали иной способ оценивать продуктивность бега. Они предлагают измерять все в виде затрачиваемой энергии в ваттах. Что касается сроков, в случае успеха компании поставки Shift IQ должно начаться уже в сентябре по цене 90 долларов. Компания Mont Blanc, известная своими люксовыми ручками и другими дорогими аксессуарами, представила свои первые умные часы. Модель называется Summit и будет продаваться по цене от 890 долларов. Устройство работает под управлением Android Wear 2.0, а по своим техническим параметрам сопоставимо со многими конкурентами из стана обычных умных часов, а отличать новинку от них должно исполнение. Корпус, в зависимости от версии, выполнен из нержавеющей стали либо титана. Ремешок может быть резиновым, либо кожаным, включая вариант с кожей аллигатора. Кроме того, можно выделить поддержку голосового помощника Google Assistant. Приобрести Mont Blanc Summit можно будет в мае. Около полугода продолжалось судебное разбирательство, в результате которого производитель умных вибраторов компания V-Vibe согласилась подписать мировое соглашение и выплатить 3 миллиона 750 тысяч долларов за незаконный сбор конфиденциальных данных. Также компания обязалась полностью удалить пользовательские данные, которые были собраны при помощи вибраторов, подключаемых по беспроводному каналу к смартфонам. Речь идет не только об имени, фамилии и номере мобильного телефона, но и о таких сведениях, как температура тела, частота использования вибратора, популярные режимы работы и так далее. Американские покупатели, которые использовали соответствующее приложение, передающее информацию на серверы V-Vibe, получат до 10 тысяч долларов каждый. Тем же, кто просто приобрел V-Vibe, выплатят по 199 долларов. Из этой ситуации можно сделать один вывод. Трижды подумайте перед тем, как подключать столь интимные предметы личного использования к сети интернет. На этом пока все, но новости на этом не заканчиваются. Оставайтесь с нами и подписывайтесь, если хотите быть в курсе событий.